ровно неделю назад мы говорили о том что вот тогда несмотря на то что прогноз нападения фондового рынка сша сбылся еще рано начинать покупать и сейчас спустя неделю вынужден продлить пролонгировать вот этот момент ожидания час x для покупок на мой взгляд еще не настал мы видим что в течение недели индекс s&p 500 чуть-чуть подравнялся скорректировался уже наверх и закрыл неделю на уровне 4308 пунктов но индекс доллара взметнулся до таких высот и зафиксировался в конце недели на таких высотах что ничего позитивного в ближайшее время фондовому рынку это не сулит это запредельная температура для фондового рынка золото по-прежнему остается на своих низах я говорил в прошлый раз что не ожидаю дальнейшего падения пока этот прогноз оправдывается и мне кажется что вот в этом году золото вполне возможно уже пробудет именно на этих уровнях разве что вместе с рынком они вопреки рынка отрастет к самому концу года и естественно рынок по-прежнему живет даже не ожиданиями а попытками прислушаться к риторике фрс между одним решением о ставке и тем решением которое федеральная резервная система будет принимать 1 ноября но вот здесь выдался такой исключительный период фрс практически весь этот период по большому счету молчит фрс сейчас крайне скуп на какие-либо высказывания болтает молчит умный мальчик далеко пойдет однако предположение относительно дальнейшей политики по-прежнему бурлят и по-прежнему наверное находится в центре внимания рынка как всегда все мы смотрим естественно на ту макро статистическую цифер которая так или иначе дается фрс основание для принятия решений по ставку в частности на состояние рынка труда и видим здесь что чудо в общем-то продолжается по итогам сентября зафиксирован резкий рост числа рабочих мест соединенных штатов америки то есть джерем павел может опять не боясь повышать ставки при прочих равных я сейчас говорю министерство труда сша сообщила что в сентябре число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось на триста тридцать шесть тысяч и более того данные за август были пересмотрены в сторону повышения их пересчитали и выяснилось что прирост числа рабочих мест в августе составлял не сто восемьдесят семь тысяч а двести двадцать семь тысяч число заявок на пособие по безработице в сша правда более-менее стагнирует на одной цифре но эта цифра скорее свидетельствует о позитиве и по-прежнему количество первичных заявок на пособие по безработице как правило каждый четверг каждую недельную отчетность меньше чем ожидают эксперты так что с этой точки зрения у фрс развязаны руки на подъем ставок с другой стороны уже очень многие аналитики эксперты экономисты финансисты биржевики не биржевики говорят о том что все равно при нынешнем уровне государственного долга и при нынешнем уровне вообще в финансовых обязательств американской экономики в целом предел подъема ставок скорее всего достигнут и в этом плане есть надежда что действительно так а вот заявление джерома пауэлла что это еще не предел мы можем повысить ставку еще это скорее всего необходимая декларации со стороны регулятора называется чтобы рынок не рассчитывал на сто процентов известное решение так или иначе в этом плане мы по-прежнему все-таки как и говорилось неделю назад должны ждать 1 ноября и это нормальная тактика для самых аккуратных и для самых осторожных инвесторов но отдельно стоит сказать об еще одной составляющей в картинке инфляции который так или иначе конечно будет определять решение фрс поставку это цены на нефть и здесь наметился очень позитивный момент потому что цена на нефть резко пошла вниз и это в общем достаточно хорошая история вопрос только в том насколько эта история устойчива настолько же как предыдущие цены за 90 или все-таки это перелом тренда сегодня так много экономистов и аналитиков особенно в россии рассуждающих о неизбежности подъема нефти к ценам выше 100 долларов за баррель марки brent что вот такое снижение кажется временной флуктуации я полагаю что все может оказаться куда серьезнее чем просто временная флуктуация что действительно эмиссары вашингтона поработавшие с саудовской аравии так или иначе добились своего добились может быть более взвешенного понимания о том на каком уровне стоит держать сегодня цены на нефть но как всегда появился черный лебедь возможно хорошо подготовленный это война в израиле которая на наших глазах вспыхнула и достигла исторического накала и здесь есть ощущение что иран который по мнению очень многих явно стоит за всей этой истории наносит возможно удар не столь по израилю сколь по саудовской аравии как раз таки более-менее договорившись с вашингтоном и одновременно уже готовы к тому чтобы открыть дипломатические отношения с тель-авио сегодня в нынешней ситуации это будет сделать практически невозможно потому что понятно что весь мусульманский мир может сказать риадов смотрите ракеты убивают наших собратьев по вере и именно в этот момент вы устанавливаете дипломатические отношения так что война в израиле это серьезный фактор в том числе экономический и вполне возможно что это тот джокер который иран выбросил в эту игру если это так то дополнительные штрихи и такие забавные или печально ироничные ко всем этим разговорам о перспективах сотрудничества в рамках брикс куда теперь входят и иран и саудовская аравия так что смотрим за развитием не только военный который влияет но и непосредственно нефтяной ситуации но мой прогноз что судя по всему нефть удастся удержать уже вот в этих приличных ценах она перестанет заскакивать уровнем около 100 долларов за баррель и таким образом влиять на инфляцию и коль скоро это будет так можно ожидать что общая инфляционная картинка будет таковой что 1 ноября фрс примет нулевое решение по процентной ставки и если это будет так и если индекс доллару к этому моменту хоть как-то слезет с тех вершин которые он забрался то можно ожидать что это станет серьезным триггером для американского фонда рынка опять же повторюсь для самых аккуратных лучше всего подождать до 1 ноября небольшая ложка дегтя в бочки меда или наоборот большая бочка дегтя в ложке моего меда потому что автор ложки меда я автор этой бочки дегтя морган стэнли некоторые считают что это просто несравнимые как бы объемы авторитета аналитического хотя спор ну ладно шутки шутками а если серьезно морган стэнли выпустил аналитический отчет такой довольно тревожный о том что рост доллара и рост нефти как правило находящийся в обратной зависимости сегодня вот наблюдается в аномальном совершенно режиме и что при этом уровне курса доллара и при этой стоимости на нефть практически нет выигрывающих на мировом экономическом пространстве одни проигравшие проигрывают американские транснациональные корпорации их продукции и услуги становятся дороже из-за роста доллара проигрывают страны развивающиеся и страны потребители нефти поскольку очень серьезный рост нефти работает на них и нивелирует для них преимущества связанные с ростом курса доллара проигрывают глобальные потребители ну они собственно проигрывают со времен коронавирусного кризиса и вот вся эта картина по мнению морган стэнли может привести к определенной стагнации в том числе и на мировых фондовых любопытные наверное обратить подробное внимание на вот эту аналитику морган стэнли но мне все таки кажется что она чрезмерно пессимистично и это тот случай когда инвестиционные банкиры что называется обжегшись на молоке дуют и на воду но и не добавляет аппетита на этой неделе это так называемый шат даун вернее потенциальный шат даун то есть установка работы некоторых органов правительства сша из-за завершения финансирования некоторых политических программ правда здесь похоже чисто рабочая ситуация и например рейтинговое агентство фич уже заявила о том что рейтинги соединенных штатов из-за возможного шат дауна в общем даже не будут снижены и останутся на нынешнем кстати весьма скромном уровне а а плюс в любом случае ситуация в управлении америка и тоже конечно имеет значение в том числе и вот довольно неожиданная отставка спикера конгресса кевина маккарти рынок конечно же наблюдает и за тем каким раскладом закончится эта ситуация потому что это будет последний случай расклада или перерасклада накануне выборного года но вернемся к нашим инвестиционным делам мы команде финверсия простояли весь август простояли практически весь сентябрь за исключением нескольких таких скорее символические разведывательных покупок и результаты инвестиционных портфелей команды финверсия на сегодня таковы мой личный портфель дает с начала года 13,6 процента в долларах портфель финверсия инвест который формируется на основании решений принимаемых в инвестиционном клубе финверсия дает 8,7 процента с начала года к сожалению здесь доходность снизилась портфель финверсия инвест на комон но в рублях уже дает 57,5 процента портфель финверсия инвест россии на комон так как с конца августа пришлось его пересчитать заново идет отсчет с тех пор как это стало публичной тратегией практически на нуле и инвестиции внебиржевые на крауд платформе jetland постепенно приближаются к 29 процентам прибыли с момента их открытия в августе 2021 года для тех кто смотрит нас первый раз на всякий случай напомним подробнее о том какие возможности сегодня открывают инвестиции на крауд платформе каждый серьезный инвестор задумывается о диверсификации своих инвестиций для меня вариантом эффективных инвестиций вне биржи стали инвестиции на крауд платформе jetland крауд на мой взгляд дает несколько преимуществ первое все наши инвестиции находятся в российской юрисдикции под надзором центрального банка россии который ведет реестр инвестиционных платформ второе инвестиции на крауд платформах это по сути альтернатива фондовому рынку все процессы и вся доходность здесь формируются не в едином цикле с фондовым рынком который может лихорадить который может испытывать просадки и коррекции третье доходность здесь высшей доходности банковских депозитов четвертое здесь высокая степень диверсификации наших инвестиций поскольку наши инвестиции на платформе jetland распределяются маленькими суммами по займам которые выдаются заемщиком этой платформы то есть предприятиям малого и среднего бизнеса клиенты инвестиционных платформ несмотря на все потрясения последних лет оказались устойчивы что впрочем и можно было ожидать от тертого российского малого бизнеса процент дефолтности заемщиков платформы оказался минимальным пятое работа на платформе jetland не требует усилий регистрация производится дистанционно лично я использую формат автоинвестирования то есть режим автоматического распределения моих средств соответствии с теми настройками диверсификации уровня рисков и сроков инвестиций которые мы с вами можем выбрать еще один плюс для тех кто осторожно относится ко всем новациям и намерен попробовать этот вид инвестиций но не готов вложить него значимую сумму режим автоинвестирования работает всего лишь от 2000 рублей поэтому вы можете попробовать инвестиции на платформе jetland с минимальной суммой и посмотреть как это работает для зрителей каналов инверсия мы с коллегами из jetland договорились о том что им будет предоставлен особый бонус ссылка на него в описании под этим видео и так давайте перейдем по большому счету к выводам по американскому рынку я полагаю что стартовать все-таки рано хотя в прошлом своем выпуске инвестблога говорил о том что возможно 10 октября мы стартуем как раз 10 октября по сути открывается каскад корпоративной отчетности по итогам третьего квартала 2023 года но сейчас я предпочитаю во первых подождать подождать все этой недели которая кстати изменит картинку ожидания и прогнозов относительно мировой экономики основных рисков и начать серьезные покупки 16 октября ключевой день для наблюдений пятница 13 октября мне кажется именно в этот день рынок покажет основной тренд закончился ли тренд снижения не начинался ли уже тренд повышения и покажет первую реакцию на конечно еще крошечную толику отсчетов голубых фишек из числа индекса из mp500 поэтому ждем до 16 октября смотрим принципиально 13 и начинаем новые покупки либо вечером 13 либо вечером 16 октября теперь поговорим о российском рынке о нем кстати много говорили на конференции для частных инвесторов инвестиционный горизонт которая прошла 5 6 октября в казани в рамках традиционного форума финсовет форма инвестиционных советников организуемых ассоциацией международных инвестиционных консультантов и советников амикс я тоже принимал участие как всегда все таки живое общение его трудно заменить онлайн встречами потому что здесь обмен мнениями споров и так далее и что мне не слишком понравилось на этой конференции то что большинство моих коллег мне кажется с излишним оптимизмом смотрят на российский рынок возможно их что называется положение обязывает поскольку это руководители инвестиционных компаний управляющих компаний финансовых брокеров и трудно ожидать что они будут отговаривать кого-либо работать на этом рынке и давайте пройдемся по основным моментам первое шел разговор об облигациях с одной стороны облигационная часть российского фондового рынка понятно что в общем выдержала стрессы этого и прошлого годов но на мой взгляд и об этом я говорил на сессии правда вот коллеги как-то парировали мои возражения даже сомнения что ситуация с ключевой ставкой цб и подтянувшийся пока этой ставки соответственно депозитом с тапками депозитными в банках делает облигации но наверное не самым интересным вариантом вложений что абсолютно без риска без риска выпадения стоимости без вообще каких-либо рисков мы можем находиться по крайней мере с небольшими суммами до миллиона четырехсот тысяч рублей в российских банковских депозитах получает один-два процента меньше зато иметь полную уверенность и никакого беспокойства поэтому мне кажется что на облигационном рынке главный вызов это вызов конкурентоспособности банковских депозитов а так как скорее всего в нынешней ситуации с курсом рубля банк россии в ближайшее время еще приподнимет ключевую ставку и мне кажется что приподнимет сразу с 13 до 15 процентов кстати у других экспертов звучат оценки что приподнимет сначала до 14 потом до 16 ну тут на самом деле не так важно ходы важно одно что скорее всего это будет сделано депозиты могут приподняться еще раз и тогда они окончательно станут куда более интересными привлекательными и простыми нежели рынок российских облигаций что касается рынка акции то как я уже говорил он частично отыграл девальвацию рубля но в отличие от аргентины где фондовый рынок отыграл девальвацию песо на 100 110 процентов и в отличие от ирана где фондовый рынок после чего вот тыкли как раз в график иранского рынка посмотрите как классно развивать страна под санкции да ни черта она не развивается под санкциями это отыгрыш девальвации иранского реала так вот там была отыграна девальвация в районе 80 90 процентов то наш рынок отыграл примерно 60 ну 70 процентов девальвации рубля то есть в любом случае пересчет на доллары мы теряем то же самое об этом довольно часто говорят люди в том числе говорят довольно зло и даже на самом простейшем уровне ребята какая у вас прибыльность какая разница какая прибыльность рублях пересчитываем ее на долларе выясняется что вы потеряли деньги трудно возражать на эту историю особенно в варианте если мы кого-то пытаемся убедить что на российском фондовом рынке надо держать столько же или даже больше денег чем на фондовом рынке глобальном моем случае на российском фондовом рынке находится один процент это меня спрашивают а зачем вы это делаете в долларах вы проигрываете многие участники конференции парировали истории который мне не нравится вот история про то что ну вот вы знаете мы помогаем людям сохранить капитал сохранить капитал можно без помощников и без оплаты их услуг и тем более без рисков если уж стоит вопрос о том чтобы сохранить капитал то легче переложить в то же самое золото или купить ту же самую недвижимость и отмахнуться как от назойливой мухи от каждого дебила который будет рассуждать что это очень невыгодное вложение и пересчитывать скажем какую-нибудь арендную доходность процентах и показывать что от облигации или фондовый рынок или что-то там еще дало бы вам больше как правило этим занимается не те у кого есть недвижимость квартиры под аренду или офис а те у кого вместо недвижимости вернее из недвижимости в лучшем случае это какой-нибудь давний аккаунт на каком-нибудь форуме smart lab так что отмахиваетесь от тех кто с умным видом критикует вас за ваши доморощенные дедовские способы сохранить капитал и коль скоро перед вами стоит эта задача легче заниматься это без так называемых проф участников фондового рынка другой момент что чем мне кстати не нравится формула сохранить капитал а много ли у нас в россии вообще этих капиталов с учетом что последние лет сто каждое поколение как минимум дважды теряло денег в результате каких-нибудь денежных реформ или иных событий капиталов у нас как правило немного или они стартовые и мы российские инвесторы скорее готовы принять на себя кучу осознанных и неосознанных рисков нежели под влиянием вот таких немножко брюзжащих профессиональных участников которые не могут дать нам прибыльности соглашаясь скивать и говорит а наша задача сохранить капитал чтобы продать что-нибудь ненужное нужно сначала купить что-нибудь ненужное у нас денег нет вот тоже самое чтобы сохранять капитал надо сначала сделать капитал а у нас прибыльности особо поэтому конечно российский фондовый рынок остается сегодня большой проблемы вот на той же конференции инвестиционный горизонт в этом плане наиболее четким был ответ инвестиционного советника ольги конашевской которая хотя бы назвала конкретные варианты вот спастись от девальвации рубля работая по-прежнему на российском рынке в качестве подобных инструментов она назвала например еврооблигации министерства финансов замещающие облигации некоторых российских корпораций фонды с юаневыми облигациями ну естественно золото и вариант работать на гонконгской бирже теми самыми на 100 плюс эмитентами которые благодаря из по бы бирже появились в доступе у российского инвестора несколько и тфов и напомнила возможности работать с ючерсами на соответственно индексы сша европы или японии и вот это наверное дельный совет для тех кто не хочет побеждать на российском рынке иметь какую-то прибыль чтобы потом в пересчете на доллары выяснилось что вы в убытке так или иначе но российский рынок чувствовать себя неплохо индекс маяк закрыл неделю на уровне 3144 пункта и я полагаю что сегодня есть две основные версии ну по крайней мере вот в нашем небольшом российском портфеле который мы скорее всего можем реализовывать первая версия называемая так аграрная это вот русагра фасагра это что называется на вырост на случае если политическая санкционная обстановка если не изменится то хотя бы как-то деформируется я полагаю что здесь есть хороший потенциал и второе направление это российские металлурги и здесь надо сначала проанализировать всю ситуацию но я думаю что в двадцать четвертом и двадцать пятом годах у них в общем неплохие перспективы также подумывают докупить лукойл несмотря на огромный рост этих бумаг сургут нефти газ и по-прежнему воздерживаться от вхождения акции газпрома здесь остается добавить ничего еще не кончилось один из таких ярких вопросов которые сегодня задают инвесторы это что вы думаете о грядущем айпио компания астра действительно в центре внимания скорее всего не будет проявлен интерес немного напрягает то что компания поднялась на казенных скажем так контрактах и в ситуации если мы представляем что на российском компьютерном рынке иностранных игроков нет они точно сворачиваются и уходят да у компании могут появиться ближайшие преференции в ситуации когда эта картина будет не такой однозначной или резко изменится мне кажется компания астро все-таки ее перспективы под большим вопросом так или иначе лично я не участвую с интересом наблюдаю и это не моя идея высказанная кем-то по моему из участников конференции как раз прошедшие в казани что айпио астра может оказаться триггером для дальнейшего роста акций позитив технологии дай бог если так вот пожалуй все что сегодня можно сказать по состояниям рынков и последнее обратим внимание на то что все-таки каскад отчетности на глобальном фондовом рынке начинается последние отчеты были так себе вот на исходе предыдущего периода например левайс отчитался чудовищно прибыль упала в 18 раз я даже не стал усреднять эту компанию а в европе таким серьезным негативным событием стало полное обрушение акции знаменитой авиакомпании сас другие корпоративные новости не отчетные они были на неделе ну скажем либо либо нейтральными либо негативными поэтому настроение не придал и вот новый каскад корпоративной отчетности начинается он с компаний которые сразу для некоторых секторов значимы отчитывается пепсика а в конце месяца будет отчитываться кока-кола напомню опять же это отчет который свидетельствует не только о положении конкретного имитента но и о трендах на потребительском рынке отчет на этой неделе выходит дельта аирлайнс отчет выпускает домино пицца пока рано называть эту компанию индикатором потребления но тем не менее уже она к такой позиции подтягивается и очень мощный блок отчетов по финансовому сектору выходят отчеты на этой неделе джи пи морган 6 волсфарга city group и black rock и еще две компании которые наверное куда меньше в поле зрения инвесторов российских моем портфель на примерах нет это united health group и прогрессив это страховые компании первое специализируется на медицинской страховкой тесно увязана со всеми американскими государственными страховыми программами в области медицинского обеспечения и поэтому их отчеты они во многом свидетельствует о настроении американского потребителя поэтому хотя бы краешком глаза на них стоит обратить внимание даже если вы как я не находитесь в этих бумагах и не планируете с ними работать но и наконец по части макро статистики недель то будет довольно таки спокойный особенно с учетом что в первый день недели сегодня сплошные выходные во многих значимых экономически значимых странах мира канада южная корея япония тайвань и большинство штатов сша где празднуется день колумба правда не каждый штат признает это за праздник видимо для кого-то это не самый удачный момент открытия колумба в америке но так или иначе самое главное событие протянется всю неделю даже не пять рабочих а все семь дней это заседание международного валютного фонда в ходе этого семидневного процесса будут обновлены прогнозы по мировой экономике прогнозы страновые и обозначены новые риски и конечно на настроение фондового рынка это тоже очень серьезно повлияет а так кроме заседания мвф который будет тянуться каждый день рождая нам какие-то экономические новости пожалуй обратить внимание на новой неделе стоит только на несколько вещей 10 октября во вторник традиционно американский нефтяной институт сообщает о запасах нефти на прошлой неделе с учетом пока вот этой вот нефтяной катавасии это важный момент чем больше запасы тем лучше для тех кто надеется на снижение инфляции соответственно свечения политики фрс в среду 11 октября будет обнародован протокол заседания комитета по открытым рынкам фрс с учетом что сейчас риторики мало вот это вот отголосок того что обсуждали в прошлые разы конечно рынок повлияет в четверг 12 октября с начальной макроэкономической статистикой становится пощадрее например в россии выходит отчет по сальдо торгового баланса а с учетом нынешней зависимости курса рубля как былые времена вот помните годами мы анализируя курс рубля оглядывались на нефть теперь анализируя курс рубля оглядываемся на торговый баланс это будет в общем важная информация в евросоюзе опубликует отчета заседания ецб по монетарной политики но банк россии традиционно опубликует данные о состоянии международных резервов здесь колебания настолько малыш что это несущественный момент и вот более существенный момент в четверг же выходит ежемесячный отчет опек в сша четверг нарисует весьма существенные штрихи к портрету инфляции как выйдет базовый индекс потребительских цен и отдельная тема это отчет об исполнении федерального бюджета ну и традиционное четверговое количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице но дополнит этот каскад американской статистики очередной доклад министерства сельского хозяйства так что можно заранее быть уверенным что в четверг 12 октября на фондовом рынке сша будет весьма горячо с точки зрения влияния макроэкономики на сам рынок ну и наконец пятница 13 октября про который я говорил что для себя это наметил это как ключевой день мониторинга перед покупками выходят индексы цен экспорта и импорта и традиционный инфляционный отчет мичиганского университета который традиционно считается главным специалистом по инфляции на американском рынке вот такая вот спокойная неделя итак выводы на американском рынке стоим еще неделю 13 октября очень серьезно наблюдаем за ситуацией видимо начиная с 16 начинаем энергично покупать исходя из базового прогноза что конец года на американском рынке будет временем подъема и что скорее всего в двадцать четвертый год мы можем идти с позитивными прогнозами по широкому спектру имитентов на российском рынке я не ожидаю никаких существенных изменений в ближайшее время ну на девальвацию рубля если будет очередной скачок конечно рынок прореагирует повышение но я полагаю что российский фондовый рынок обойдется без коррекции поэтому мое базовое решение остается прежним я стою в позициях 40 процентов кэши на случай просадок и спокойно жду зимы когда новые дивидендные истории ну по крайней мере объявления или предположения относить новых дивидендных историй могут стать триггером очередного подъема в инвестклубе финверсия в октябре как всегда два традиционных разбора и мне кажется они куда более важные чем в сентябре потому что здесь вот конкретная нацеленность на покупки на американском рынке и куда более важный момент то что 20 октября мы проводим живую встречу инвестиционные такие посиделки моим напарником станет инвестиционный советник игорь файман это для того чтобы я мог говорить по прежде всего американскому рынку а игорь по российскому рынку его как правило советы предельно конкретно это вот не из серии мы поможем вам за ваши деньги сохранить ваш же капитал а конкретные эмитенты конкретные покупки то же самое будет с моей стороны по американскому рынку плюс это возможность обменяться мнениями ощущениями конце концов задать ваши вопросы встреча это пройдет в ресторане tangeri lounge который наш коллега ведущий создатель youtube канала вредный инвестор назар щетинин позиционирует заранее у него такая мечта сделать своего рода клуб московских не только московских но и гостей столицы инвесторов поэтому мы можем с вами опробировать его именно в этом качестве и обещаю что на встрече будет разговор о конкретных эмитентах о конкретных отраслях и о конкретных вариантов вот наборов действий и инвесторов как на мировом так и на российском рынке сегодня вечером кстати вот к вопросу если и туда не хочется и сюда не хочется сегодня вечером в формате прямого эфира мы вместе с представителями компании рекомтраст олегом абелевом и ярославом уж таковым в рамках бесплатных вебинаров обсуждаем китайский рынок и какие возможности сегодня предоставляет для российских инвесторов завтра 10 октября пройдет очередной финансовый перекресток его участниками станут андрей паранич дарья андрианова ярослав кабаков и финансовый инвестиционный советник антон худалей и речь пойдет о возможностях пока конечно очень гипотетических частных инвестиций на фондовых рынках стран брикс и 11 октября в биржевой среде в прямой эфире мы с александром беспаловым обсуждаем тоже пока очень гипотетический потенциальный африканский вектор частных инвестиций так что вот такие мы всеядные в плане географии не уверен что это уже сегодня завтра станет прикладной будет иметь прикладное значение для российского инвестора но что называется сориентироваться на глобусе иногда тоже не помешает вот такая наша программа до новых встреч